За столиками в кафе «Сказка Пушкина» в неформальной обстановке собрались десятки коммерсантов. На встречу с ними приехал уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев. Задача – оценить бизнес-климат в муниципалитете. Какая обстановка, какие вопросы, какие сложности. В зале собрались представители индустрии красоты, садоводства, строительства, ювелирного производства и медицинских услуг. Например, владелец ветеринарной клиники в Химках Александр Мельчников посетовал, что с 2015 года ветклиники не имеют права лечить животных обычными медицинскими препаратами. Для этого учреждения должны получать фармацевтическую лицензию. Использования только ветеринарных препаратов не хватает для помощи животным. Есть еще такое понятие, как за рубежом, оно применяется, каскадная история. Что это значит? Если нет аналогов ветеринарных препаратов, то разрешено не продавать, не что-то делать, а только использовать эти препараты в лечении животных. Если эти каскады не сделать, то мы упремся опять же в отсутствие регистрации препаратов. Стоимость регистрации достигает препарата 10 с лишним миллионов рублей. Делается два года. У предпринимателя Глеба Демченко питомник по выращиванию цветов. Он рассказал о сложностях, связанных с медицинским освидетельствованием водителей предприятия. На сегодняшний день они не могут выходить в рейс без непосредственного осмотра врача. В принципе, решение есть. И рынок его предлагает. Есть оборудование, которое позволяет на дистанционном основе, на другом конце условного провода, медику определить состояние водителя, давление, алкотестер, подтвердить его личность. Говорили предприниматели и о сложностях участия в муниципальных тендерах, о проблемах с получением разрешения на строительство, а также интересовались, как можно оказать поддержку округу в части благоустройства. Разрешите сделать оазис на левом берегу за свой счет, ничего не просим, разрешение. Деревья, цветы, свести, какую-нибудь площадку детскую маленькую, что-то такое интересное для людей. По словам Владимира Головнева, все просьбы и предложения будут переданы представителям исполнительной и законодательной власти. Недавно прошли выборы и в Государственную Думу, и в Областную Думу. И сегодня, я думаю, что для нашего депутатского корпуса есть работа. Я надеюсь, что какие-то из тех чаяний, которые поднимались у меня предприниматели, мы сумеем донести до наших депутатов. По словам омбудсмена, Московская область – регион-лидер по социально-экономическому развитию. Решение проблем предпринимателей также входит в перечень задач регионального правительства, что позволит удерживать этот показатель на высоком уровне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!